Детские спортивные площадки с антитравматическим покрытием во дворе домов номер 283-283А по Новосадовой уже установлены. По вечерам здесь собираются дети из соседних домов, чтобы позаниматься спортом и поиграть. При этом, как рассказывают жители, с первых дней ребята сами следят, чтобы оборудование не портили и на площадках не мусорили. Ведь их родители составляли проект благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» специально под них. Дети помладше ходят на соседнюю площадку, а здесь более старший возраст. И потом дети очень спортивные у нас и любят заниматься и играми, и спортивными, тоже снарядами, поэтому вот решили такой. Также в рамках муниципального контракта во дворе обновляют проезд и обустраивают новые парковочные места. Сейчас специалисты заканчивают земляные работы. Скоро приступят к установке бортового камня и укладке нового асфальта на площади около полутора тысяч квадратных метров. Из-за перепада высот между дорогой и тротуаром сделают и мягкий спуск, чтобы жителям комфортно было подходить к автомобилям и летом, и зимой. Сейчас это решение уже обсудили. Теперь этот тротуар будет продолжаться просто по прямой выходить на дорогу, соединяться с тротуаром. Там отмозка дома и завтра сход снега, там проход нежелателен. Поэтому прямая просто дорожка, она будет идти дальше прямо. Никаких прыжков, ничего не будет. Ежедневно жители контролируют, как выполняют все ремонтные работы. Если возникают вопросы, то решают их с помощью специалистов районной администрации. Если в ходе проверок выявляют замечания, то подрядчики исправляют допущенные недочеты, чтобы к окончанию работ все было выполнено по проекту и по государственным нормативам. Не обратили внимание, здесь есть вещи, которые надо поправить. Пока есть время, пока подрядчики здесь, пока, как говорится, гарантийный случай. Есть у нас и по покрытию вопрос, у нас есть по пристыковке асфальта к существующей парковке. Такое бывает, это рабочий момент, подрядчики понимают, жители воспринимают это нормально. Это рабочий момент, который мы поправим. Также жители могут оставить свои вопросы и предложения благодаря работе муниципального центра управления Самары. Эта структура объединяет в единую базу горячие линии, социальные сети, мессенджеры и официальные письменные обращения граждан. Каждый вопрос горожан отрабатывается профильными департаментами. Аналитики МЦУ обрабатывают их буквально в ежедневном режиме, без выходных. Обобщенные аналитические отчеты ложатся на стол главе Самары. Оперативно она получает информацию о всех горящих проблемах, о каких-то острых темах, которые требуют немедленного вмешательства, реагирования, комментирования. Повышать уровень комфорта городской среды, благоустраивая общественные пространства и дворы – одно из приоритетных направлений работы губернатора Дмитрия Азарова. Только в этом году в Самаре приведут в порядок более 50 дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Три из них в Октябрьском районе. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События.